Сельхозпредприятие «Совет» села Зуята производит грустное впечатление. Вокруг фирмы непролазная грязь. Окна покосившихся коровников затянуты пленкой. На десятки метров распространяется запах навоза. Ферма работает по старинке. Навоз нехитрым способом перемещается по специальному желобу в сторону транспортера. Механизм партиями подает органику в огромный накопитель глубиной до 40 метров. Сейчас накопитель переполнен. Горы навоза скрывают коровники так, что с дороги видны только крыши. Проблема в одном – нужно перестраивать наклонники в сторону дороги. Навоз из коровника должен подаваться в тележку и вывозиться в качестве удобрения на поля. Уже на протяжении нескольких лет по данному вопросу у руководителя СПК «Совет» Клавдии Костыревой идет словесная война с районной администрацией. В этом хозяйстве палец-палец по этому вопросу ничего последние годы не решается. Хотя со стороны местного бюджета, краевого бюджета этому хозяйству выделяется финансовая помощь, то есть субсидии ежегодно. 13 лет я работаю руководителем, 13 лет я эти пилюли глотаю. Вот 13 лет уже. Вы просто Татьяна Ивановна меня долбит, конечно, она как бы это. Но переделать наклонники сегодня – это демонтировать полностью все навоза удаления. Это ведь надо залить тумбу эти, это надо скот убирать. А на ней с подрядчиками, с одним еще, как говорится, не встретилась, не обговорила, не попыталась даже вообще предпринять какие-либо меры по решению этого вопроса. Ну а что, у нас свои деньги 40 с небольшим. А на 40 тысяч, представляете, что это такое? Это кто поедет, мне какой подрядчик. Значит, это хозяйство на сегодняшний день претендует получить деньги вперед, то есть просто так. Такого нет. В порядке прописано, что деньги выплачиваются только по проекту, только после выполненных работ. Дело по сельхозпредприятию и совет направлены в прокуратуру. Но рассматриваться оно будет долго – от трех до девяти месяцев. После рассмотрения хозяйству будет выписан штраф – максимум 50 тысяч рублей. На том все и закончится. А взгляды у руководителя хозяйства и представителей власти на проблему останутся прежними. Там действительно экологическая может быть катастрофа. На таком рельефе находятся сегодня животноуческие корпуса, фермы находятся. И не предпринимать никакие меры – это сегодня мы просто уже… Да не будет у нас такого. Мы не допустим такого. Сток в реку тоже как бы на контроле это немножко держим. Когда сюжет готовился к выпуску, руководитель СПК-совет Клавдия Костырева, связавшись с нами, уверила, что этой осенью она непременно займется переносом наклонников. Так что, возможно, по весне мы здесь увидим совсем другую картину. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.